Друзья, всем доброе утро! Рад вас приветствовать здесь, на нашей трансляции. Мы находимся с операторской группой прямо сейчас в Новогорске, где стартует игра для команд «Динамо» и «Академия Коноплёва». Это очередной тур юношеской футбольной лиги. Уже мы близки к экватору турнира, но всё же матча ещё достаточно много. Мяч уже был у гостей, значит, оно не то ли важно. Боков, Назаренко. И вот такая передача на Бокова. Удар головой! Шикарный мяч забивают «Динамовцы» и прошла комбинация через центральную зону. Нельзя сказать, что была длинная передача в этом голе. Замечена, отмечена такая вот скидка, незамудрённая в сторону Бокова, который снова выскочил, как центр. Данилов налево. И потерю. Потерю совершает Илья Радчик. Мяч у Ролдугина. Подача верхом. Выбит мяч. Удар! Уже из-за пределов штрафной. Это Артём Серебряков. Приложился с левой ноги. Ролдугин. Крыловский. Подача. Удар головой. Ещё момент у Дениса Бокова. Первый «Динамо». Атака через Прокопьева проходит. Мяч под правой. Может отсюда 14 номер удара наносить? Нет. Делает он передачу. Удар! И вот первый, наверное, момент, который создают футболисты Академии. Это удар правого защитника Александра Попова в ближний угол. Скорее. Наверное, в дальнейшем хочет подобного наставника Динамо избегать. Ну, тем более, он нужен здесь, в своей команде. Удар Бокова. Будет ли добивание? Вот ещё один момент. Ну, давайте считать. Третий, да, у динамоцев. Очень опасный. А здесь также приличный удар Алфёрова. Подобный момент. Пас на Назаренко. Он может обыграть один в один. Назаренко делает то, что должен сделать, но не до конца. Поворотом Егор не попал. Крыловский. Остался с мячом. Прострелы. Гол! И счёт становится. 2-0. Кто же ногу-то подставил? На повторе разберёмся. Нет, это не Александр Хубулов забивает. Это снова забивает Денис Боков. Что ж, смотрим. Четыре футболиста в стенке. Разбегается. Нет, Левский бьёт! И в перекладину попадает. Какой обидный момент для Вани. Левченко Боков добивание. Возможно, мяч и в руку попал. Но... Судье... Слоходинова Эмиля. Крыловский бьёт в дальний угол и забивает третий Динамовский мяч. Ну, наверное, что касается результата. С этим разобрались. Он в пользу Динамо. И он теперь уже крупный. Что, наверное, не позволит Белоголубым. Ну, сколько? Остаётся чуть больше 15 минут. За этот небольшой... Ну, а Динамовцы 2005 года рождения вот прямо сейчас уже официально прерывают свою безвыигрышную серию, которая длилась аж три матча. И крупно побеждают в домашнем поединке с Академией Коноплёвой. Продолжение следует...